Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 февраля, и я решила сейчас поговорить про огород на балконе, потому что люди уже спрашивают, а когда нам сеять, а какие сорта нам сеять, потому что ведь не у каждого есть свой участок. И сейчас я вот спустилась в придомовую свою теплицу, где у меня в прошлом году росли все вот эти помидорки в ведрах. Мне как раз ведра нужно освобождать сейчас, и я расскажу вам и о сортах, и больше всего интересует вопрос про объем грунта. Какие объемы, емкости грунта нужно? Вот смотрите, у меня даже тут осталась еще этикетка с прошлого года. Я в прошлом году уже рассказывала, но возможно вы не умеете находить прошлогоднее видео или некогда. Если вы берете карликовый сорт, вот у меня пиноккио, как вы видите, они плодоносят с самого начала лета и до глубокой осени. Вот эти у меня ушли в мороз вместе с плодами. Вот это вот тоже, это все было в помидорах, и так как мне они сильно и не нужны были, плоды осенью было и так много, все это замерзло вместе с плодами, но вы видите, что вызрели до самой, до самой макушки, вот он вот так стоял во всю высоту, и все это было в красных помидорах, были все увешаны они. Вот, и вы видите, что ведра разной емкости. То есть, если вы берете карликовый сорт, в прошлом году был у меня вот пиноккио посажен, потом была синичка и, по-моему, балконная звезда. То есть, те карликовые, у которых в описании 20-30 сантиметров и 20-40 грамм плод. Но если вы решите посадить, вырастить все-таки томат покрупнее, вот видно, что здесь большие висели помидорки когда-то, они сейчас пустые все, видно, что разница большая, видите, какой этот и какой этот большой. Тогда, конечно, я советую вам сделать емкость не меньше 10 литров. Но вот у меня здесь она не полная, я ее хотела немножко как подсыпать, но так как хлопоты по реальному огороду там на улице меня закружили, я не стала здесь их доподсыпать. Но видно, что тут, видите, у него эти воздушные корни. Он хотел еще немножко больше грунта, потому что это растение, вот в данном случае у меня здесь таймыр, оно мощное. Помидор было очень много, и вот эти самые-самые, которые в зиму поспели, это самые верхние, а здесь были крупные и настоящие. Так что если вы хотите вырастить настоящий томат, не карликовый, не игрушечный, то лучше всего брать 10-литровое ведро, ну или емкость примерно 10 килограмм. И еще почему? Потому что если будет вот такой маленький горшочек, то у вас будет повышенный уход, то есть летом в жаркий период вот этот объем грунта будет быстро пересыхать. И он будет каждый вечер, вы приходя с работы, или откуда-то вы увидите, что у вас пониклые эти лепесточки, то есть на жаре, вот как была нынче жара, высыхает такой объем грунта, ну тут 4 килограмма больше не входит, очень быстро. А это ведро вы один раз обильно польете, оно может стоять у вас несколько дней, 2-3 дня. Ну сами понимаете, большой объем грунта, все там, она нагревается меньше, не раскаляется. Все, теперь выбор сорта. Ну тут все ясно. Если возьмете маленькое ведерко и маленький объем грунта, у вас будет карликовый сорт. Вот маленький, вот гном можно, розовая жемчужина, пиноккио, там пуговка есть, синичка. Все, вы по описанию посмотрите, 20-30 до 40 сантиметров. Если вы хотите получить полноценный урожай и как бы использовать прям, ну как на стол для еды, тогда, конечно, нужно брать сорта вот такие побольше. Я в прошлом году выращивала вот здесь таймыр, полюс, прекрасно себя чувствует. Потом был штамбовый засолочный, он тоже был такой толстоногий, я его унесла, здесь нету, тоже прекрасно себя чувствует. Можно даже взять вот такие, как клуша, демидов. Главное, чтобы они были толстоногие. И если у вас будет такая проблема, что он сильно высоко начинает разрастаться, оставляете три кисти, остальную верхушку раз, обрезаете и все, сами его укорачиваете. Вот сейчас можно сеять уже томаты для выращивания, например, на балконе или на лоджии, но, опять же, отнеситесь внимательно к выбору сорта, потому что сейчас можно сеять только сорта, которые не вытягиваются в рассаде, которые толстоногие, а те, которые лианообразные, которые двухметровые, есть вот такие вот черри всякие выращивают, их еще сеять рано, потому что у вас рассада вытянется. И потом действуете так же, как мы. Вот я только что снимала видео, что делать для получения раннего урожая. Сейчас сеем, потом пикируем, потом в стаканчики раскладываем, потом в более, в стаканчики можно 200-500 грамм, потом уже пересаживаете в более такую большую тару. И все, когда наступит март, вы можете в солнечные дни выносить на балкончик на какое-то там время, вот так же, как я сейчас буду делать, я свои томаты буду выносить в придомовую теплицу на солнце, и он немножко подрастет, а когда наступит время, когда уже не будет ночных заморозков, вы это ведро просто вынесете на балкон и оставите его там навсегда. Вот если посеете сейчас, например, средина февраля, конец февраля, то это уже будет считаться, что вы посеяли томаты для получения раннего урожая, а потом в марте можете посеять еще раз в другую емкость и уже такие высокорослые, которые длинные, которые выращивают по типу огурцов на шпалере. Но вот если вы посадите вот такой томат карликовый, то можно даже вырастить тем, у кого и балкона нет, и лоджии нет. Он прекрасно растет на окне. Это комнатные сорта вот такие карликовые. Только выбирайте, пожалуйста, по характеристикам очень внимательно. Если посев сейчас ранний, для получения раннего урожая, то только низкорослые и коренастые толстоногие томаты, которые высокие, сеем в марте, а вот такие вот карлики можно сеять хоть когда. Их выращивают даже зимой. Все, вот это краткий, самый-самый первый видеообзор для огородов на балконе. Я потом, когда буду все это делать, я вам покажу. Сейчас еще в феврале ясно, что у меня даже еще ведра не освобождены. Я даже еще осенью была заниматься некогда этим. Я же занималась семенами. Вот они у меня так стоят, несчастные экибаны. Это вот у меня был огород на балконе. До свидания. С вами была Ольга. До свидания.